Что это? Софи, стой, не дергайся. Покемон. Покемон. Покемон, вставь. Я сейчас уйду и буду подглядывать. Теперь очередь мужская. Это просто невероятно. Я сейчас вам покажу. Привет, я Энни Мэджик. Со мной тут мои песики. Киски сегодня с нами нет, потому что я буду их мыть снова и снова. А еще со мной тут мои непослушные волосы, потому что это капец. Я не знаю, что делать с кудрями. Кудрявые люди, напишите, что вы с ними делаете, когда особенно отращиваете. Посмотрите на них. Я буду мыть их вот в этой вот раковинке. Объясню позже, почему здесь, а не в ванне. Про эту комнату я рассказывала в рум-туре по дому, для чего она вообще, что тут обычно происходит. Можете там посмотреть, а я забыла полотенце, и мне сейчас надо за ними сходить. Вот в такое вот металлическое ведро из Икеи я сложила наш корм платинум, благодаря которому мы едем в Красноярск на выставку Зоомир как раз. И там с вами встретимся 9 ноября. Несмотря на то, что он такой сочный, я решила вот высыпать его сюда и посмотреть, как он будет здесь храниться. Очень удобно собакам накладывать его именно отсюда, а не из пачки. Но если будет засыхать, придется все-таки в пачке его хранить с застежкой. Посмотрим. Или попробовать ведро более плотно закрывающееся купить, да? Кстати, на Зоомире 9 ноября будет не только наша встреча. Это и вообще выставка и собак, и кошек. И еще там будут всякие попугайчики, рыбки. В общем, всякие разные питомцы домашние. И выставка куриц там будет, и голубей декоративных. Короче, там много всего. Плюс для детей очень много всяких прикольных штук. Так что приходите всей семьей. Там еще будут продавать очень много всяких товаров для животных. Ну что, начнем мы, наверное, с нашей мешаньки. Самой-самой-самой пушистой зайки. Так, аккуратненько. Короче, всю информацию я вот там в описании оставлю. Также я в инстаграмах наших постоянно об этом говорю. В моем инстаграме. Да, как видите, я вот, например, рассказала, что я теперь в очках хожу для зрения. Но мыть я все-таки буду и без очков, скорее всего. И на инстаграм питомцев подписывайтесь. Тоже все будет там вот в описании. И адрес, и все остальное, да? Сейчас полотенечко на дно постелим, Мишке. Уже есть очень много разных роликов на канале, где я рассказываю именно правила мытья собак, как лучше их мыть и так далее. Поэтому не буду повторяться в миллионный раз. Выяснилось, что мы купили такую удобную раковину. Вот эту вот двойную, керамическую. Достаточно глубокую и достаточно большую. И такой удобный к ней смеситель. Здесь вот такой вот шланг. То есть им удобно двигать. Сейчас намочим Мишку хорошенько. Что в ней реально комфортно мыть наших собак. То есть чихуашек, небольших песиков и кису Алису. И ванна, в итоге, которая строилась вот там вот в той комнате, именно специально для собак. Ею не пользуемся, потому что прекрасно для этого подходит эта раковина. И она реально как ванночка для песиков и для кошки. Один раз, если вы помните, я их там купала. Но оказалось, это гораздо менее удобно, чем тут. Мишанька у нас самая пушистая. У нее больше всего шерсти, поэтому ее мочить нужно долго. Короче, вот такие вот переделки в доме. И в итоге, когда там доделается ремонт, та ванна станет гостевой. Сейчас я сделаю вот такую вот пенку специально из шампуня собачьего в отдельном и мисочке. Нет, Мишаня, нет, 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 нет. И на Мишаньку буду ее поливать. Таким образом намного лучше распространяется шампунь по шерсти. Да, Мишка? С Афишей уже интересно, что тут происходит. Сделаем, Мишаньке, массажик. Да, хвостик обязательно. Нет, Миша, нет. Кстати, не забывайте подписываться на наш курсал. Обязательно включайте уведомления, колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Проверяйте, а то YouTube сейчас вообще глючит очень сильно. И ставьте нам пенный пушистый лайк. У меня руки уже все в шерсти. Я думаю, сейчас шерсти будет много. Если любите всякие купания и все такое, я обожаю, например, мыть собак. Но я не каждое мытье снимаю. Но если хотите, чтобы я киску Алиску помыла как раз после осенней-то грязи. И напишите в комментариях, если у вас есть кошка или собака, как часто вы моете питомца, чем моете, например, как он вообще относится к мытью, как ваша кошка к мытью относится. Но я знаю, например, по своему опыту, что когда живешь в квартире... Ааа, Мишка, нет! Животные пачкаются намного меньше, чем когда живешь в частном доме. Летом, осенью, весной это капец. Нам приходится очень часто мыться. Тем более, ааа, пена грязная с Мишки течет. Тем более, что мы снимаемся очень часто. И если собак не мыть, они будут постоянно грязные в кадре. Ну, лапы, по крайней мере, точно приходится постоянно мыть. Обязательно тщательно помыть все места. Попу тоже. Животик, лапки, задние и передние, между пальчиками, на шейке, да, надо помыть. Главное, очень тщательно смыть этот шампунь, чтобы ни капли не осталось, чтобы собака не чесалась. А вот Мишка, например, она аллергенная, она может начать чесаться от чего угодно. Смотрите, сколько шерсти у меня на руке от того, что я вот так провожу в ушки. И желательно не попадать собаке, но мордочку все равно надо помыть чуть-чуть, да, прости, Миш. Да, мордочку надо помыть. Некоторые грумеры, я видела, в ушки суют такие ватные тампончики собакам, но у меня у песиков ушки не такие большие. Поэтому у нас обычно вода в уши не попадает, я просто их вот так прижимаю и смываю. Ааа, сколько от тебя шерсти, Мишка, не надо, не трясись, пожалуйста, я тебя вытру. Давай, залезь обратно. Что, покемон, ты мыться хочешь? Ты помыться хочешь, да? Ты уже тоже хочешь помыться? Давай, Мишаль, до скрипа, да, до скрипа отмываем нашу Мишку. Мишка сразу не такая толстенькая, как обычно, потому что у нее шерсть такая очень густая прям. И очень длинная, пушистая, ой, какой длинная шерсть на хвосте. Ааа, Миш, стой, не надо. Ааа, сразу ее обнюхивать давай. Да, за полотенчиком я сходила. Кто это такой мокрый? Да, Софи, с Юми сразу интересуются мокрой Мишкой. Мишка хочет вылезти. Миш, подожди, подожди. Видите, какая у нее длинная, длинная, длинная шерсть. Вот какой у нее хвост. Аж прическу можно делать из ее хвоста, как волосы человеческие длинные. Да? Да. Сейчас мы тебя высушим, Мишка. Мишка панк. Мне кажется, она похожа на какого-нибудь гоблинчика, да, Мишань? Завернем в полотенце. Вот такая вот Мишка у нас смешная в полотенчике. Сейчас я ее высушу хорошенько полотенчиком. А еще у меня есть вот такие вот маленькие именные полотенчики. Я в основном их использую, чтобы лапы протирать. Софи, Миша, Эйвен, да? А твое, где покемон? Потеряли при переезде. Подсушили, и чтобы она не замерзла, я надела на нее вот такой вот лягушечку, халатик, полотенчик, у которого здесь есть пуговка. Он сверху закрывает спину. У меня такие есть для всех. Здесь еще такая прошивочка в горошек, чтобы песили не замерзали, да, Мишанька? Я сначала мою всегда самых пушистых собак, потому что они дольше всех сохнут. То есть сначала Мишку, потом Софишу, потом уже Юми и Эйвена в последнюю очередь, потому что у него самая короткая шерсть, и он высохнет быстрее всех. Короче, у Софиши же скоро день рождения, 6 ноября. Ей исполняется 8 лет. Я сниму видео с фактами, как я обещала уже давно, про многих сняла, а про Софи до сих пор не сняла, хотя она самая первая собака, которая вела канал этот. Но там будут не только факты, и не только, кстати, ответы на вопросы ваши, которые вы можете задавать в комментариях, уже сейчас начинать. Но также там будут процедуры, необычные очень, я такого еще на канале не снимала. Я буду Софишку брить. Короче, вы увидите, что это будет. Но так как день рождения у Софи уже завтра, а после я сразу улетаю в Красноярск навстречу, ролики на этот канал и на личный канал питомцев я смогу смонтировать только когда вернусь. Поэтому они выйдут уже после 10 числа. Так что ждите, они будут очень необычные. Сейчас мы Софишку распенем, распенем, массаж поделаем. Кто любит массаж у нас? Помните, недавно на канале вышел ролик про нашествие мух? Кстати, оно было вот реально один раз и больше не повторялось. Это вообще жесть. И про другие странности я тоже там рассказывала. Что это? Софи, стой, не дергайся. Нормально, погоди. Это что такое? Это что? Клещ? Фу, это какой-то мусор просто был. Испугалась. Будьте аккуратны, обязательно обрабатывайте своих собак. Кстати, вот, например, собак нельзя обрабатывать сразу после мытья и сразу до мытья. За три дня. То есть три дня либо после того, как помыли, через три дня можно обработать. Либо... А, нет, Софи! Либо за три дня до мытья. Но я предпочитаю, например, сначала мыть, а потом через три дня обрабатывать. Потому что у меня вот почему-то такая уверенность, что если обработаешь, а потом через три дня помоешь, это не так работает. Хорошо, как если помыть сначала, а потом обработать Ну, это моя галочка, вообще, на самом деле, вот, типа, так можно делать С Софишки, мне кажется, чуть меньше шерсти, чем с Мишки Зато она явно побелела, те места, где они белые, они стали еще светлее Тони очень любит купаться Хотя София одна из моих собак, которые любят воду То есть она, вот, если ванночку летом ей поставить, в эту ванночку забирается Сама там получится, купается Но когда вот ее вот так вот моют, скажем, не очень, да? Хотя она, например, тоже любит плавать Всегда, когда мы ездим куда-то, где можно поплавать или ходим на речку Она прям, вот, прям пловец, самый главный из всех Нет, Софиш, не трясись, пожалуйста Так, все, мы хорошенько отмылись от шампуня Подожди пять секунд здесь И чем хороша еще эта раковина, вот, если она засорилась То здесь есть такой сливчик, удобно очень Посмотрите, какая вода грязная и вся в шерсти Софиш, подожди, подожди, куда ты пошла? Блин, Софи, так нельзя, что ты делаешь? Короче, вот вся шерсть собирается вот в этой вот штуке Вода уходит, ты просто это выбрасываешь А она не стекает в канализацию Эй! Так, Софиш, что за самодеятельность, а? Ну-ка, пошли сушиться Что? 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 Кто это такой после ванны ванну принял? Цыпленок желтенький, да? Сейчас мы нашего цыпленка посадим сюда Покемона возьмем сюда Еще очень удобно в этой раковине, именно в этом смесителе За счет этого шланга отмывать все от шерсти То есть промывать все здесь Потому что шерсти остается много Юмичу у нас один из тех, кто не очень любит мыться Да, Покемошка? Давай мы тебя сейчас намочим Кстати, вот Юми я учила мыться Наверное, дольше всех приучала ее к мытью У меня есть ролик на канале По-моему, я сегодня ошибаюсь Как-то приучить собаку мыться Либо же я это рассказывала Ну, что такое, Покемон? Покемон Покемон, встань Покемон, встань вот сюда Вот молодец На самом деле все очень просто Главное хвалить собаку, когда она ведет себя нормально Во время мытья То есть стоит, не выдирается, не кусается, не лает, не вырывается С большими это работает точно так же И не хвалить хорошим тоном и вкусняшкой Когда собака ведет себя неадекватно Да, Покемошка? Еще я очень долго ее приучала не выпрыгивать Из ванны Потому что она постоянно выпрыгивала Поэтому мы учили команду ждать Все, Покемошка Покажись Кто здесь такой пенкой на голове С вирокезиком таким пенным? Что такое? Ты так будешь стоять? Вот, к примеру, у вас зазвонил телефон Вы ждете срочный звонок И вам нужно взять трубку А собака выпрыгивает из ванны Поэтому эта команда очень помогает Например, у меня сейчас может сесть аккумулятор на камере Я это уже вижу по красной батарейке И мне нужно сходить за вторым Но собака намыленная Не могу же я ее сейчас вытащить и взять с собой Меня всегда прикалывает Юмин хвост Кто такая летучая мышь с таким хвостом? Сейчас мы будем ждать, да? Я сейчас уйду И буду подглядывать На самом-то деле Да И все Все-таки ты не послушала, да? Мой косяк оказался в том, что я научила Юме не выпрыгивать из раковины, из ванны Но не объяснила ей, что выходить из раковины и идти по столешнице это тоже неправильно Так что нужно будет и этот момент нам тренировать Раз мы собрались мыться уже все-таки в этой раковине, а не в ванне Я, конечно, держала ситуацию под контролем в окнах Но опасность выпрыгивания из ванны для маленькой собаки в том, что она просто маленькая А тут высоко она может себе повредить лапки Вообще некоторым чехуашкам даже с дивана прыгать нельзя Ну и в принципе, если большая собака намыленная вся Выпрыгнет из ванны, из обычной даже высоты Будет не очень круто Поэтому, конечно, таких экспериментов, как я могу позволить себе лучше не повторять А наоборот, учить ее команде ждать Скажи ребятам привет Скажи, мам, скорее закончи уже это Юмичу удобно мыть живот, потому что она сама готова стоять на задних лапах У меня день рождения 14 декабря, я стрелец У Софишки 6-го... Ой, пролила туда воды Юми, надо слезть, а то я воду туда проливаю Давай 6-го ноября она кто, получается, по знаку Содиака? И если у Юми 27 декабря она тоже стрелец Или 27 декабря, это ли уже кто-то другой Те, кто знает знаки Содиака, когда у них дни рождения Напишите, пожалуйста Повернись ко мне, Лизун, ты мой маленький Ты мой слайм, ходячий Кто мой такой покемон? Кто мой такой покемон? Юми сушить гораздо проще, чем Мишу и Софи У нее шерсть намного короче И как будто тоньше, что ли То есть очень быстро сохнет по сравнению с девочками Вот, кстати, еще один вариант использования второй половины рак Это посушить собаку Кто это у нас тут такой после баньки? Смешной цыпленок, а? Банный день у девочек закончен Теперь очередь мужская Эйвен, пойдем мыться? И Васика я люблю мыть, честно скажу, больше всех Несмотря на то, что он больше всех не любит мыться Я его люблю мыть больше всех Потому что у него самая короткая шерсть Так что, если вы планируете завести собачку И не хотите тратить много времени на уход за шерстью Не берите очень пушистую собаку Заведите собаку короткошерстную и вам не придется О, пеночка, да, Ивась потекла Слишком сильно ухаживать за шерстью Потому что короткую шерсть легко мыть Легко сушить, легко за ней ухаживать Единственное, что короткую шерсть сложнее собирать с мебели Потому что длинная шерсть, она как бы более как пух И ты берешь резиновую перчатку Я этот лайфхак показывала И собираешь очень легко шерсть А вот Эйвена шерсть, она короткая и такая острая, как иголочки То есть она впивается в мягкую мебель И тебе приходится просто практически по одной вытаскивать У Эйвена есть такая белая банданка вокруг шеи Вот здесь и здесь И она всегда становится белоснежной, когда его помоешь А еще я заметила и скорее всего заметили те, кто смотрит очень старые ролики Прям реально очень старые Не какие-то там год назад, а вот несколько лет назад на канале Это просто невероятно Я сейчас вам покажу и вы увидите У Эйвена прям сильно посидела морда Вот эта часть, вот эта белая мордочка И вот тут вот это все белое, его стало намного больше То есть собаки как люди сидеют Вы можете себе такое представить вообще? Потому что это происходит постепенно и ты не замечаешь А еще у Эйвена самые большие уши, локаторы Такие огромные И у Софи то же самое И Эйвен, и Софи посидели У них есть седые волосы на мордочках Смотрите, у Эйвена еще тоже, в отличие от девочек У него черные подушки лап Прям черные Как когти черные и подушечки лап черные Это так прикольно, да, Ивась? Как я сказала, короткую шерсть и смывать В отличие от длинной намного легче Она очень быстро смывается, шампунь с нее Да, пузька А еще у многих не видно из-за того, что шерсть длинная А у Эйвена видно, потому что у него пузико практически голенькое Вот такие темные пятнышки на животе Как будто это окрас На самом деле это загар То есть летом у него появляется их очень много А зимой практически исчезают эти пятнышки Это не полностью уходит, но сам факт, что собаки могут загорать, как и люди И сидеть, это странно Сейчас мы его выжушим, нашего волчонка Некоторые пишут, что Эйвен похож на волчонка Как думаете, похож Эйвен на волка или нет? А так, на кого Эйвен похож на волчонка или на лягушонка? Больше волос, чем у меня, намного после душа Четыре полотенца больших, потраченных на сушку у четырех песиков И их еще нужно до конца досушить В общем, наш банный день закончен Если хотите банный день для киски Алиски, ставьте лайки Пишите свои комментарии Переходите по ссылочкам на их канал, на новый ролик у них И увидимся в Красноярске 9 ноября на выставке Зоомир Пока! Субтитры сделал DimaTorzok